Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости канала. С вами Ярослава. И вновь сегодня воскресенье, и мы говорим о науке Кабала. Для многих людей, кто слышал о науке Кабала, есть такая корреляция некая между путём науки Кабала, методикой науки Кабала и эгоизмом человека. И может показаться так, что наука Кабала призывает человека бороться с эгоизмом. Мы об этом говорили уже несколько раз, что это не так, что никакой наш эгоизм природный не уничтожается, а мы добавляем к нему при помощи методики науки Кабала вторую природу. То есть мы становимся из того полуфабриката, которым мы созданы, которым мы не знаем, где мы находимся, для чего мы живём, цель какая нашего существования. Мы приходим к тому, что мы сами приготовляем себя при помощи высшей силы. Подготавливаем себя к партнёрству с Творцом. То есть из полуфабриката мы становимся полноценными людьми благодаря этой методике. Но большой вопрос всё равно вызывает вот эта антиэгоистическая какая-то некая часть, загадка вот эта. И можно подумать сначала, что когда речь идёт об антиэгоистическом чём-то, то можно подумать, что речь идёт о том, чтобы другим людям что-то отдавать, раздавать, делиться. Но это не совсем так. Кабалистический путь – это такой путь развития. Путь развития. То есть когда я прикладываю усилия, и каждый день я вижу какое-то своё продвижение навстречу этому свойству отдачи. Но вот тут и встаёт вопрос. Как это ощущается человеком, когда я эгоист иду навстречу отдачи? Какие тут могут быть интересные моменты? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Есть у каббалистов такое широко известное в узких кругах такое высказывание «Не приложил усилия и нашёл какое-то постижение – не верь». То есть если ты устремлялся вот так вот как от природы, что-то тебя свыше пробудило, а это именно свыше пробудило, потом человек это раскрывает, устремлялся к чему-то, к связи с товарищами, к чтению каких-то первоисточников, что-то такое интересное узнать, познать, и тебя это вот прямо тянуло вперёд, да, если ты не приложил в этом антиэгоистическое усилие, то есть не делал это через силу, когда отторжение эгоизма было таким, что нет, занимайся чем-то другим, это неинтересно тебе, это не нужно забудь это, да, если ты не прошёл этот этап, то ничему тому, что ты постиг, не верь. То есть это эгоизм тянул вперёд, это он вынуждал действовать. И вот именно методика науки Каббала интересна тем, что она сквозь вот этот эгоизм проводит человека к антиэгоистическим свойствам, свойствам отдачи и любви, свойствам Творца, по сути, где человек и Творец встречаются, где они начинают, ну, скажем так, да, общаться, быть в слиянии, когда человек ощущает своего Создателя. И вот это очень такой верный признак. То есть какое-то время, конечно же, но человек вынужден, да, вот его что-то пробудило к Малаке Каббала, он притянулся и вынужден какое-то время отработать этот этап, пока его как бы тянет нечто, да. Но потом приходит очень интересный и очень важный этап, когда всё, что связано с духовным развитием, начинает быть сначала пресным, а потом начинает прямо отталкивать тебя. И это не то, что там какие-то люди становятся ужасные, твои единомышленники, твои товарищи что-то тебе ужасное говорят. Просто, ну, не хочется этого и всё. Вот не хочется с ними быть. Что-то есть интереснее, что-то есть более практически полезное. Здесь я могу вот там в жизни что-то заработать, да, или какое-то хобби могу себе завести, вышивать, футбол. Это интересно, это притягивает. А что это наука Каббала? Ну, да, ну, что-то опять ещё узнаю, почитаю. Ну, когда это всё раскроется? Может быть, никогда. И вот это очень важно. Это самый важный пиковый момент, когда человек может буквально начать вылупляться, когда он начинает рождаться буквально из этого эгоизма. Вот эти моменты, они прямо самые важные. Они такие знаковые. Это, знаете, похоже на то, как если ты покупаешь билет в духовное, например, стоит какой-то аппарат. Мне кажется, может быть, даже я уже приводила этот пример. И ты кидаешь туда свои монетки, усилия, да, какие-то. Вот ещё урок, ещё немножко почитать, ещё немножко связаться с товарищами, ещё немножко поговорить о силе отдачи, о смысле жизни. То, что раньше мне так нравилось, так хотелось. А сейчас, ну, как бы не очень, да. Я ещё немного прикладываю этих усилий. И я не вижу, сколько мне ещё осталось. Да, вот все мои усилия, которые капнули в этот автомат, да, в виде таких монеток, как бы в виде моего вклада, они скрыты. Я не знаю, может быть, сейчас вот это усилие, вот как раз когда мне не хочется и не интересно, оно может быть вот сейчас последнее, да. И я, наконец, вхожу в духовный мир. Понимаете? То есть это неизвестно, это неважно. Это именно скрыто для того, чтобы мы могли антиэгоистической силой стремиться к отдаче. То есть совпасть здесь по свойствам. Вот поэтому это настолько важно. И поэтому, когда говорят, ну, там говорится где-то в какой-то методике, в этой методике говорится, ну, говорится, да, но как делать, да. В науке Каббала есть именно вот эта методика, когда каждый помогает другому, когда есть это взаимное поручительство, когда есть у меня пример моих товарищей, моих единомышленников, к которым я могу всегда прийти и сыграть, что мне интересно, мне хорошо, да, мне это важно. Почему? Для кого я играю? Во-первых, я сам меняю состояние, когда я так делаю, да. Вот буквально не хочу что-то, не хочу, как-то, ну, уже не очень, да, как-то муторно. Прихожу, 10 секунд, и раз вообще всё переворачивается. Я понимаю, какую возможность я сейчас чуть не упустила, какая вообще, какой у меня был шанс, да, и сейчас я уже опять в этом тёплом кругу, опять всё это расцветает, да, опять я вижу все ответы на все вопросы, которые возникают у меня в течение, там, недели, года, в течение жизни. Опять это всё горит, потому что я прорвался сквозь вот эту плёнку эгоизма, которая мне не давала, которая отделяла меня сейчас от духовного, по сути, от Творца. И таким образом, с помощью методики каббалистов, с помощью своих товарищей, своих единомышленников, я могу двигаться над эгоизмом, не стирая его. Это очень важно, потому что, ну, кому хочется стирать эгоизм, кто я, каким я буду вообще в социуме, если я сотру свой эгоизм? Мне либо надо будет идти в какую-то землянку и там находиться, но это уже не наш путь, ну, кто на это согласится? Вот, во-вторых, это уже, ну, не с нашими душами, это уже, честно говоря, невозможно. Наш эгоизм уже такой грубый, это вот самые такие слои, которые остались на самом дне, да, вот душ, самые такие тяжёлые, эгоистические, да, отделённые от духовного, которых духовное не интересует именно в том виде, в котором оно есть. Духовное как связь, связь с создателем, связь между элементами, то есть между людьми. Вот, и таким образом я не стираю эгоизм, да, а я становлюсь суперэгоизмом. Супер от слова над, да, на латыни супер — это над. Вот, то есть над эгоизмом я начинаю существовать, не стирая ничего. То есть если подвести итог, как действовать, когда я оказался вот в таком состоянии, может быть, у кого-то действительно вот сейчас так вот в первый раз моё видео кому-то, может быть, поможет, только включаться в товарищей своих и продолжать, потому что в них сейчас есть желание к духовному, которого нет у меня, да, оно у меня как бы приостановилось, да, эгоизм мне его закрыл, перекрыл. Но я могу устремиться, потому что я к ним, да, чувствую какие-то хорошие чувства, да, как-то мы сблизились. И вот там внутри них найти вот это желание, которое станет моим, которое будет двигать меня. А они найдут его во мне, потому что внутри меня всё ещё дремлет вот этот огонёк, как бы искра вот эта моя дремлет, искра души. И я её использовать сама не могу. Я могу только ею светить для товарищей, для своих. Вот так каждый тут помогает другому. Поэтому эту методику каббалистическую очень важно практиковать. Потому что когда пишут, ну, кто-то пишет, я вот читаю, там, знаю о каббале, там, с какого-то там года, да, двадцать лет. Ну, а что это даёт? Ну, что даёт знать? Потому что мы в ощущениях, да, живём, мы ощущающий элемент. И только вот такая практика может раскрыть истинное постижение. Вот это истинное понимание, когда ты, ну, постигаешь это просто всем своим существом. Не только в разуме, но и сердцем, да, ну и вообще всем своим существом. Когда ты оправдываешь всё, что ты видишь вот в том виде, в котором оно есть, оно видится тебе совершенным. Это действительно возможно. Есть люди, которые видят сейчас сквозь вот этот мрак, который нас окружает в этом мире. Совершенство. И это им не мешает. Вот сквозь вот это состояние они уже видят конечное состояние. И это может действительно любой человек. Вы представьте, как изменится наша жизнь, когда мы вот так вот начнём ощущать и начнём это видеть. И иногда мы это чувствуем в состояниях вот такого подъёма. Ну и, конечно, когда вот эти состояния, ты уже с ними немножко знаком, да, когда тебе не светит и не греет, и что-то вот вообще не тянет тебя вперёд. Это вовсе не те состояния, когда ты должен быть унылым, как-то показывать другим, что ой, как мне сейчас плохо, да, не обращай сам внимания, и ты как бы над этим поднимешься. Вот я вам честно хочу сказать, у меня вот этот период, когда ничего не хочется, ничего не интересно, длится уже примерно три месяца. Ну вот скажите, вы по мне замечаете, вот мы общаемся, да, я всегда стараюсь что-то передать. И именно вот это меня вытаскивает из этого состояния, просто не обращая на него внимания, какая мне разница, вот хочется мне сейчас духовно или не хочется, у меня есть чёткое намерение прийти к этому. Вот это важно, моё намерение мне важно, а всё остальное, я стараюсь на это просто не обращать внимания. И это возможно, поверьте, это возможно, и это огромное удовольствие доставляет именно то, что ты сейчас не как животное, хочу, не хочу, как маленький ребёнок какой-то, да, а что ты именно как человек, который может находиться над собой. Это состояние вообще неописуемого действительно счастья, когда ты чувствуешь, что управляешь собой с помощью силы высшего. Это потрясающее чувство. Вот такой сегодня разговор, я вам желаю отличной недели. Делитесь в комментариях, как вам вообще такая идея, если кто-то с ней не был знаком, вот такого метода идти над эгоизмом. Видите ли вы, может быть, какие-то другие способы, не отменяя эгоизм, постичь духовное свойство отдачи, делитесь в комментариях, обнимаю вас, пока!